Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оля. Я очень рада вас приветствовать на своем канале. Мы сегодня, друзья, с вами снимаем с Марусей. Вот она у меня спряталась, в общем, на заднем фоне. Я сегодня хочу поговорить с вами про цветочные ароматы. Я вам уже миллион раз говорила, что я не такая заядлая любительница так-то на самом деле цветочных ароматов. Но в последнее время я все начала больше находить для себя классных цветочных, желто-цветочных, бело-цветочных, розных ароматов. То есть я начала, наверное, с возрастом это появляется, что ли, когда вот эта вот любовь к цветочным ароматам как-то просыпается. Напишите, пожалуйста, как вы относитесь к цветочным ароматам, какие у вас ноты, допустим, в цветах любимые. Потому что я знаю, что большое количество людей не любят ароматы про розу. Сегодня я хочу вам рассказать про пять ароматов именно из цветочной категории, которые за последнее время меня очень сильно порадовали, которые меня вдохновляют, которые добавляют мне, опять же, вот этой вот женственной энергии. Потому что ароматы, конечно же, цветочные, они такие, знаете, все-таки в моем понимании больше направлены в женскую сторону. И давайте приступать. Первый аромат, о котором я вам хочу рассказать. Я уже не так давно рассказывала вам об этом аромате, но хочу еще раз вам о нем рассказать. Потому что это тот парфюм, это та тубероза, которая, опять же, для меня является суперносибельной. Это повседневная тубероза, это очень комфортный аромат, который никого не будет бесить, который никого не будет раздражать. Это аромат, который мне действительно каждый раз, когда я наношу данный парфюм, мне прям хочется быть такой вот женственной. Потому что это повседневная жвачная тубероза, это фруктовая тубероза. Это аромат от Moresc Lady Tuberose, тоже много раз вам, опять же, о ней рассказывала. Познакомилась я с этим ароматом, опять же, после Ангелины. Потрясающая, мягкая, жвачная, немножко кремово-сливочная, фруктовая, опять же, жвачная тубероза, которую очень хочется носить, которую очень приятно вдыхать. Это действительно суперпонятный аромат. Вообще, вот эта вот линейка от Moresc, именно в их, грубо говоря, более бюджетной. Хотя ароматы, я не могу сказать, что какие-то супербюджетные. Она более носибельная, она более понятная к носу, без каких-то таких вот сальто назад. То есть, вам не нужно находить под данные ароматы настроение, погоду, природные условия, чтобы там, в общем, без дыма, копоти и прочего. Если говорить по техническим характеристикам, то я не могу сказать, что аромат какой-то прям мега стойкий, в зависимости от того, сколько вы его нанесете. Если я наношу на себя, например, на кожу, а моя кожа очень любит кушать ароматы, я тоже много раз уже об этом говорила. Если я наношу, допустим, 2-3 спрея на себя именно на кожу, то аромат с меня слетает где-то, наверное, часа через 3. Если я 5 пшиков вот так вот нанесу везде и на волосы, и на одежду, то аромат, конечно, держится весь день. Поэтому тоже настоятельно рекомендую обратить на него свое внимание, если вы не можете найти для себя мягкую, нежную туберозу. Потому что вот у меня лично чаще всего туберозные ароматы вызывают головную боль, но это очень красивый аромат. Такой, знаете, он девочковый, что ли, можно сказать. Многие вообще меня ругают за употребление данного слова, но это действительно мимимишный парфюм. Поэтому обязательно, обязательно обратите на него свое внимание. Еще мне у данного бренда очень нравится аромат жасминиша, он тоже в такую же степь, но он больше все-таки про жасмин. Я вам потом обязательно о нем расскажу. Следующий аромат, о котором хочу рассказать, напомнить, давненько я что-то его не показывала. Это, конечно же, Нишан, Хандрит Сайленд Вейс. Один из самых популярных, наверное, у них ароматов. Для кого-то этот аромат похож на Блэк Опиум от Эвсен Лоран, их классический черный. Есть что-то такое в нем, но не могу сказать, что для меня это идентичный аромат. И когда ты слушаешь из пульвика, больше есть сходства между данными ароматами. К слову, если говорить про Блэк Опиум от Эвсен Лоран, то это раньше был один из моих самых-самых-самых любимых ароматов. Я несколько флаконов сносила. Поэтому я лично очень люблю данный парфюм. Если вы любите, собственно, Блэк Опиум от Эвсен Лоран, то вам, я думаю, скорее всего, понравится и этот аромат. Конечно же, ценовая политика здесь разная. Но я уже много раз говорила, много раз делала акцент на том, что сейчас, в принципе, достаточно сложно найти какой-то классный бюджетный аромат. Поэтому я за то, чтобы, например, вложиться один раз, либо купить себе пробники от Леванта. Я считаю, что так. Ну, как-то это моя, в общем, политика. Напишите, как вы относитесь к от Левантам. Потому что я заметила, что у меня девочки в Телеграме далеко не все любят пользоваться от Левантами. Кому-то не нравится, как это чисто визуально выглядит. Кто-то любит непосредственно флаконы. Я тоже люблю флаконы. Но вы знаете, что у меня большое количество от Левантов. Я сама их постоянно покупаю. С девочками мы меняемся. Потому что хочется постоянно пробовать разные новые классные ароматы. И постоянно штамповать себе в шкаф полноразмерные флаконы. Ну, это как-то... Ну, как-то у меня вот в последнее время... Я уже тоже много раз описала в своем Телеграм-канале. Девочки уже просто удивляются, что ты опять купила. Ну, в общем, я делаю небольшую зачистку в своем парфюмерном шкафу. Какие-то флаконы я продаю. Но, естественно, я не могу без покупочек. Что-то продала, значит, надо что-то купить. Как-то так. Аромат 100 Silent Face. Для меня это персики. Для меня это цветы. Также я здесь слышу немножко оттенки, опять же, вот этой вот кремовой туберозы. Здесь очень много карамели. Раньше мне было сложно носить этот аромат в жаркую погоду. Но сейчас, как я уже сказала, жаркой погоды, жарких прям дней у нас что-то не наблюдается. Поэтому я с легкостью ношу данный аромат и действительно получаю неимоверное удовольствие от него. Потому что он действительно классный. Если вы, опять же, любите сладкие, такие вот располагающие к себе ароматы, то обязательно попробуйте 100 Silent Face. Хотя могу сказать, несмотря на то, что этот аромат является одним из хитов у бренда, многие, очень многие его ругают. Но я не буду его ругать, потому что я действительно его очень сильно люблю. Из ароматов тоже цветочного направления, которые я очень сильно люблю, очень сильно полюбила данный аромат. Это парфюм, который собирает наибольшее, наверное, количество комплиментов у меня из таких вот, опять же, цветочно-розно-пионовых ароматов. Это аромат от Synonym Quentin 02. Я уже вам несколько раз рассказывала про этот парфюм. И не перестану говорить, потому что он действительно мне очень сильно нравится. Здесь есть и Litchie, здесь есть и Pion, здесь есть и Bergamot, такая вот кислинка в данном аромате. Он в один момент свежий, в другой момент этот аромат цветочный. У него база такая более сладенькая становится. Сначала, когда приехал только ко мне флакончик, какой-то бешеной вот стойкости, именно технических характеристик не было у аромата. Но, когда он постоял недельку-две в шкафу, просто все замечательно. И я этого парфюма наношу достаточно много, сразу скажу. То есть, где-то 5-6 спрейв. И мне очень нравится вот это вот мелкодиффузное облачко, которое идет из распылителя, в общем, у данного аромата. Очень-очень классный, поэтому тоже его рекомендую. Если вам нравятся ароматы на тему розы, пионов, личи, такие супер женственные, опять же, немножко водянистые, я бы сказала, потому что, что мне в этом аромате очень нравится, в нем нет излишней плотности. Поэтому тоже рекомендую вам к нему присмотреться. По хорошей цене идет аромат. Следующий аромат, о котором вам хочу рассказать, это также моя новиночка. Аромат, который очень сильно мне нравится. Вы можете заметить на заднем фоне не просто так. Декорацию из коробочки и пакетика. Магма. Еще один аромат, который появился в моей коллекции, это, конечно же, их Ребелла, один из самых, наверное, необычных ароматов. Почему я говорю необычных? Потому что в аромате есть нота зеленого горошка, который очень хорошо ощущается в аромате. Если говорить по техническим характеристикам данного парфюма, он очень стойкий, он очень яркий, он не смывается даже, если вы моете посуду. То есть у него действительно он держится целый день. Он достаточно шлейфовый, он достаточно диффузный. Если говорить про звучание данного аромата, то, когда вот этот вот горошек притихает, но на мой взгляд, на мой взгляд, по моему субъективному мнению, звучание вот этого вот зеленого горошка с грядки, молодого такого, когда он еще не пересох, горошинки в нем такие вот маленькие, цветочки еще тоже не отпали, оно присутствует на протяжении всего звучания аромата. После горошка, собственно, что начинает выходить в данном аромате, то это огромное количество цветов. Здесь есть гордыня, здесь есть магнолия. Аромат после вот этого зеленого, сочного летнего старта начинает раскрываться очень красивыми, мягкими цветами. Аромат очень классный. Ему нужна, на мой взгляд, опять же, ветреная погода, потому что он имеет в себе достаточно такую яркую плотность. Но аромат, конечно, очень классный. Если говорить про бренд Magma, то мне очень нравится данный бренд. Я вам уже много раз об этом говорила. Отдельное видео даже снимала по поводу данного бренда. Это крафтовая нишевая российская парфюмерия, что тоже немаловажно. Наши тоже умеют делать хорошие ароматы. Поэтому, конечно же, я вам его рекомендую. Единственное, что флакончики, максимальный объем у них 30 мл. Мне очень нравится то, что у них во флаконах разная жидкость. Конечно же, хочу с вами поделиться своим промо-кодом OLI10. Он дает вам скидочку 10% и действует в течение 3 дней. Поэтому, кто заинтересовался, обязательно обратите свое внимание. И также я хочу вам напомнить о том, что при покупке от 10 тысяч дается в подарочек вот такой вот замечательный крем. Шелковый крем для рук. Здесь 30 мл, но его хватит надолго, потому что он имеет, во-первых, очень такую нежную, мягкую текстуру. Регенерирует, восстанавливает кожу, потому что кожа действительно такая мягкая-мягкая. Хочется ее трогать и трогать. И, конечно же, вот этот вот нежный, мягкий аромат. Ореховый характерный оттенок присутствует у данного крема. Но я настоятельно рекомендую вам присмотреться к бренду, потому что они не такие суперпопулярные. То есть от каждого прохожего не будет пахнуть данным парфюмом. Вы будете выделяться. И если говорить конкретно про Rebello, это действительно очень яркий аромат. Кстати, у них также есть наборы сэмплов, которые можете отдельно приобрести. И у меня там есть вот три моих фаворита. Это у меня в полноразмере ньют. Это Rose Dry, один из самых тоже классных розных ароматов на тему поднятия настроения, на тему шампанского. Я тоже вам уже рассказывала об этом аромате. И, конечно же, Rebello. И еще у них есть очень-очень крутой аромат. Бутик, по-моему, он называется. Он идет про кожу, про замшу. Вот он очень круто будет именно на осень садиться. И также, конечно же, у бренда есть такая вот изюминка. Там вообще замечательный парфюмер. Она сделала замечательный аромат ко дню своей свадьбы. Она наносила на себя этот аромат в день своей свадьбы. Называется он Ceremonia. Опять же, очень красивый, цветочный аромат. Но там больше зелени. То есть, если здесь в раскрытии больше таких вот кремовых, мягких цветов, то там непосредственно больше таких вот зеленых, сочных, жизненных, добавляющих жизненных сил оттенков. Но тоже очень классный аромат. Поэтому присмотритесь. И, конечно же, не забывайте про скидочку минус 10% Ольги 10. И последний аромат, о котором я вам хочу рассказать. Я вам о нем еще ни разу не рассказывала. Кстати, у меня будет к вам небольшая просьба. Вот помогите мне, посоветуйте. У меня раньше была рубрика «Куплю-не куплю», где я делала такую, знаете, общую сборную солянку, куда я добавляла ароматы, о которых я вам еще не рассказывала. Но я просто не знаю, в какую подборку их включить, потому что пробников, как я уже сказала, отливантов, миниатюр у меня достаточно большое количество. Мне хочется обо всем вам рассказать. Вот как мы с вами поступим? Мне вам об этих ароматах в Телеграме чаще рассказывать? Или сделаем с вами какую-нибудь отдельную рубрику на YouTube? Потому что «Куплю-не куплю», опять же, много сил и времени я в эти ролики вкладываю, а отдача, как бы, меня, ну, честно, не очень радует. Поэтому давайте подумаем вместе. Я буду очень рада вашей помощи мне в этом, потому что вы часто мне помогаете в выборе ароматов, вообще какие-либо советы. Поэтому мне, конечно, очень хотелось послушать ваши мысли, что вы думаете по этому поводу. Либо мы будем с вами в Телеграме отдельно это обсуждать, о тех ароматах, которых я здесь вам не рассказываю, потому что до многих ароматов я просто еще не могу дойти. Некоторые ароматы я просто не знаю, куда включить, но они действительно очень классные. Есть, конечно, которые мне не заходят. Я редко ругаю на ароматы, но говорю по факту, нравится, не нравится. Поэтому жду ваши предложения, жду ваши комментарии, и буду очень рада, если вы мне поможете решить такой вот вопрос, грубо говоря, да, который я уже просто много времени об этом думаю, недели, наверное, 2-3, потому что мне хочется вам рассказывать о разных других ароматах, о которых я вам еще не рассказала. Я просто не знаю, куда мне это, как мне это скомпоновать. И, собственно, аромат из этой же категории, который я не знала, куда включить. Аромат бренд малоизвестный, малопопулярный. Кто-то его знает, кто-то его не знает. Это, по-моему, британский, если мне не изменяет память, бренд. Называется он Floris. И я хочу вам рассказать сегодня о одном из самых популярных, наверное, их ароматов. Обязательно картиночку флакона, картиночку пирамиды. Вы, как всегда, можете наблюдать сейчас. Это аромат, который называется букет королевы. Если вы любите цветочные, легкие, с зеленцой, такие свежие, немножко цитрусовые, я бы сказала, цитрусовый нюд, то я вам настоятельно рекомендую обратить свое внимание на данный аромат, потому что он действительно очень красивый. Он не для любителей каких-то плотных, сложно сочиненных ароматов. То есть, если вы любите такие, знаете, повседневные, в общем, парфюмы, вам обязательно стоит обратить свое внимание на данный аромат. Здесь на старте есть и цитрусы, здесь на старте есть лист фиалки, если мне не изменяет память, очень хорошо ощущается в этом аромате. Также здесь есть достаточно большой, большой букет цветов. Я здесь в доминации, в домине именно слышу в этом аромате розу, на которой есть вот эти вот зеленые листики. Аромат очень классный, очень освежающий. На лето будет супер, с цветочным, легким цветочным именно акцентом. То есть, из всех ароматов, которые я вам сегодня показала, вот это, наверное, самые легкие, свежие, такие вот зеленые цветочки, которые можно найти. Если говорить по техническим характерам... Кстати, я в этом аромате почему-то еще слышу крапиву. Я не знаю, есть она или нет, вы сейчас можете видеть, но я здесь очень отчетливо слышу лист крапивы, когда вы вот так вот растираете его в руках. Кто любит, кто любил в детстве суп из крапивы, я думаю, вы поняли примерно про что я говорю. Аромат имеет в себе средние технические характеристики. Ароматом, если вы хотите долго им пахнуть, желательно лучше политься. Но аромат для любителей больше свежих ароматов. Мне кажется, я столько раз уже сказала такую ассоциацию, что я думаю, все точно поняли, как должен пахнуть этот аромат. Но я рекомендую его, если вы ищете такое направление. Потому что, опять же, аромат не особо сильно популярный. И он, ну вот так вот, знаете, если сказать букет идеале, букет королевы, то, наверное, он будет вот так вот у некоторых на слуху. Но я думаю, что далеко не все знакомы с данными ароматами. Плюс там очень такие интересные, простые, но со вкусом флаконы. Поэтому, если вы любитель минимализма, если вы любитель свежести, политкорректности, назовем это так, да, то обязательно обратите, опять же, свое внимание на букет королевы от бренда Floris. На этом я буду заканчивать. Огромнейшее вам спасибо за внимание. Еще раз напоминаю про свой промо-код OLI10. Он дает вам скидочку 10%. Все ссылки на социальные сети я обязательно оставляю внизу в инфобоксе. Так что заходите, смотрите. И, кстати, у них доставка по Российской Федерации бесплатная. Поэтому, кто заинтересовался, обязательно изучите их продукцию. На этом я буду заканчивать. Огромнейшее вам спасибо за внимание. Я вас всех обнимаю. Целую. Пока-пока. До новых встреч.